Добрый день, уважаемые участники форума. Меня зовут Мадар. Сегодня я вам расскажу о различных видах ошибок, которые могут случиться в эпидемиологических исследованиях. Общее название этих ошибок – систематические ошибки, по-английски systematic error или искажение, по-английски bias, я вот так перевел это, и они происходят, когда существует разница между тем, что исследование оценивает и что оно намеривалось оценить. Надо также учитывать то, что, так как мы обычно проводим исследования на выборках, а не на всем населении, также есть возможность случайной ошибки. И чем меньше размер выборки, чем больше вероятность случайной ошибки. И увеличивая размер выборки, можно предотвратить вероятность случайной ошибки, тогда как систематическую ошибку увеличиванием размера выборки не предотвратить. Основные виды систематических ошибок – ошибка отбора, которая возникает в результате отбора участников, информационная ошибка, которая возникает при неправильной классификации статуса воздействия экспозиции или исхода, то есть заболевания. Комфаундинг возникает вследствие разниц базового риска заболевания между группами статуса изучаемого фактора. Взаимодействие – последний вид, о котором я вам расскажу, возникает, когда эффект воздействия зависит от присутствия одного или более других факторов. Как мы отметили, ошибка отбора возникает в процессе отбора участников. В случае контроля исследования это может произойти, когда статус воздействия влияет на вероятность отбора больных и здоровых, а в когортных исследованиях это происходит, когда статус воздействия влияет на вероятность задержания участников в когортном исследовании. Если мы вспомним, когортное исследование требует долгого времени отслеживания, и есть вероятность, что какая-то часть этих участников мы потеряем. И вот если эти потери связаны с воздействием, то может произойти ошибка отбора в когортных исследованиях. Вот, например, я вот такую таблицу сделал для вас. Это вымышленные данные. На этой таблице показаны случаи контроля исследования. И, допустим, это общее население. И, как вы видите, первая строка показывает количество случаев и контролей с воздействием. Вторая строка – случаи контроля без воздействия. Это всего тысяч случаев и 9 тысяч контролей. И шансы воздействия, видите, равно 1 к 1 в группе случаев и 1 к 4 в группе контроль. И соответствующее отношение шансов равно 4. Это настоящие данные, действительные. То, что мы ожидаем получить в нашем исследовании. И когда мы проводим исследование, так как я уже сказал, мы отбираем выборку. То есть мы все это, про это не знаем. Мы отбираем выборку. И, допустим, мы решили отобрать 50% всех случаев и 10% контролей. И, видите, на этой таблице показан пример безошибочной выборки. Видите, что в группах воздействия и без воздействия среди случаев и контроля вероятность одинакова. 50% и 10%. И в результате видим, что шансы воздействия не изменились. Все еще 1 к 1 в группе случаев и 1 к 4 в группе контроль. И отношение шансов равно 4. То есть то же самое, что и в настоящем общем населении. То есть наша выборка была удачной. А теперь посмотрим ситуацию, другую ситуацию. Мы видим, что на этой таблице показано, что в группе случаев случаев с воздействием имеют больше вероятности отбора в исследовании. 60% против 40%. А в случае контроль процент то же самое, что и на предыдущем слайде. То есть в этом случае у нас происходит ошибочная выборка. Фракция отбора непропорциональна в этой группе. 60% на 40%. И что в результате происходит? Мы видим, что шансы воздействия 1,5 к 1 в группе случаев. Тогда как было 1 к 1, а в группе контроль 1 к 4. То же самое, что и раньше. И видим, что шансы воздействия искаженные. И вследствие этого отношения шансов тоже искаженные. Равно 6. Тогда как было равно 4. И тут произошла переоценка риска. Как это может произойти? Вот типичный пример. Допустим, когда-то проводили исследование, скрининг рака груди. И теперь мы решили провести случай контроль исследований. И мы планируем отобрать случай среди женщин, которые когда-то участвовали в этом скрининге. И если наследственная склонность к заболеванию, женщины с наследственной склонностью были более мотивированы участвовать в этой скрининг-программе, то пропорции женщин, которые участвовали в этом скрининг-программе, будет с наследственной склонностью превышать пропорцию, настоящую пропорцию наследственности в общем населении. Если мы отберем случай из этой группы, то у нас получится так, что у нас будет больше женщин с наследственной склонностью. Если мы решим изучить ассоциацию между наследственной склонностью и раком в груди, у нас получится такая ситуация, которую мы указали на этом таблице. Есть такая вероятность, что несмотря на то, что произойдет ошибка отбора в обеих группах, в группах случаев контроль, есть вероятность, что отношение шансов не изменится. Как было равно четырем, все еще равно четырем. Несмотря на то, что шансы искажений в обеих группах искажены, эту ситуацию называют компенсирующим искажением, потому что эти искажения компенсируют друг друга, и по случайности может получиться так, что отношение шансов безошибочное. Теперь ошибка отбора в когортных исследованиях. Как мы сказали, если воздействие влияет на задержку участников в когортном исследовании, то может произойти ошибка отбора в когортных исследовании. Допустим, мы изучаем ассоциацию между оральными контрацептивами и тромбоэмболией, и у нас настоящая заболеваемость тромбоэмболией равна 10 тысяч пользователей оральных контрацептивов. В группе, которые не пользовались контрацептивами, заболеваемость 10 на 10 тысяч, и настоящее отношение рисков равно двум. То есть существует двукратный риск тромбоэмболии. Это тоже вымышленная дата, это не настоящее. Это просто для примера. То есть, допустим, двукратный риск среди тех, кто пользуется оральными контрацептивами. И, допустим, у нас почти одинаковое количество потерь в обеих группах, но тщательное изучение этих потерь показывает, что 12 из этих потерянных среди пользователей контрацептивов были больны тромбоэмболией, а всего 2 человека среди не пользователей контрацептивов. И что тут происходит? Мы видим, что, вычитывая 12 из 20, получается у нас, если игнорировать эти потери, то у нас получится 8 случаев тромбоэмболии в группе пользователей и столько же количества больных в группе непользователей. И у нас отношение рисков будет равно единице. То есть, мы ошибочно можем подумать, что нет никакой ассоциации. Видите, по сравнению, было настоящее отношение рисков равно 2, а мы по ошибке наблюдаем 1. Существуют различные способы предотвращения ошибки отборов в когортных исследованиях. Например, можно отобрать более мотивированных участников или провести исследование в населении, в котором пропорциями миграции незначительная, в котором более стабильное население. Или можно постараться отслеживать потерянных людей, участников. В профессиональных когортных исследованиях может произойти эффект здорового работника. И вчера, как мы отмечали, это может произойти, когда мы сравниваем специфические профессиональные группы риск в профессиональной группе с риском заболеваемости в общем населении. И так как общее население уже состоит из здоровых и больных, то это может привести к ошибке эффекта здорового работника. Так как в профессиональной группе более вероятно, что работники будут здоровыми, так как они получили работу. Например, японские эпидемиологи исследовали ассоциацию между ионизирующей радиацией среди рентгенологов и сравнили риск лейкемии с соответствующим риском в общее население. И они не обнаружили никакого риска при таком сравнении. Но потом они решили провести сравнение с другой профессиональной группой, если не ошибаюсь, с техническими работниками. И, как мы видим, слегка повышенный риск, 75% риска было. Они наблюдали 75% риска. То есть заметна разница. Информационная ошибка в основном характерна в случае контроля исследования, поскольку и статус воздействия, и статус исхода, то есть заболевания уже произошли. И может произойти так, что участники с заболеванием могут вспомнить историю своего воздействия лучше, чем без здорового участника. И статус заболевания участника влияет на объективность сбора информации исследователями. Если информационная ошибка может привести к неправильной классификации по-английски, misclassification, и если ошибка классификации, допустим, воздействия, зависит от статуса исхода, то есть ошибка классификации в одном направлении зависит от другого направления, то это называют не случайной или дифференцированной. А если нет такой зависимости, то это называют случайной или не дифференцированной. Допустим, это гипотетические данные случаи контроля исследования, и как мы видим, что тут отношение шансов равно 9,33. И если 10% участников с воздействием в каждой группе будут ошибочно классифицированы как участники без воздействия, то 8 участников из этой группы, видите, вот тут было 80, 30, теперь станет 8 из этих 80, перейдет в группу без воздействия, среди случаев и 3 в группе контроль, и у нас отношение шансов 6,95. То есть было 9,33, стало 6,95, недооценка риска. Мы часто можем встретить в научных статьях, как авторы в обсуждении своих результатов, они намекают о том, что так как у нас ошибка классификации была, очень вероятно, была случайной, не дифференцированной, то, вероятно, наши результаты могли быть только недооценены, а не переоценены. Такое мы можем часто встретить, хотя это не совсем правильный аргумент. Это было доказано, что это верно только тогда, когда воздействие состоит из двух категорий. Например, в этом случае да, нет, есть воздействие, нет воздействия. А часто в исследованиях воздействие может иметь многоступенчатые, может иметь много категорий. Допустим, отсутствие экспозиции, низкая экспозиции, средняя и высокая экспозиции. И при таких случаях это не обязательно, риск будет недооценен, может произойти переоценка риска. Теперь смотрим пример неслучайной или дифференцированной ошибки. Мы видим, что тут 10% ошибки классификации случилось в группе, среди случаев, и 50% в группе контроль. И в результате происходит переоценка риска. Может также противоположный случай, видите, 50% в группе случаев, и 10% в группе контроль. И мы видим, что тут происходит недооценка риска. Так что предсказать, в каком направлении будет ошибка, очень сложно. Может произойти в любом направлении переоценка или недооценка. Комфаундинг происходит, когда базовый риск в группах, исследуемых группах отличается. И в результате этого часть наблюдаемого риска или весь риск может быть ничем иным, как результатом эффекта третьего фактора, который мы не намеривались изучать. Для того, чтобы фактор был компаундером, он должен быть прямой причиной исхода, допустим, заболевания. Также он должен быть взаимосвязан с исследуемым фактором, может быть причинно связан или беспричинно. Также компаундер не должен быть промежуточным фактором между взаимодействием и исходом. Например, пример к третьему. Если мы изучаем диету с колоректальным раком, то уровень холестерола является промежуточным фактором между диетой и колоректальным раком. Он может быть следствием диеты с высоким содержанием жира. На этом рисунке показано типичное изображение компаундинга. Можете встретиться с этим в разных книгах эпидемиологических. Тут показано компаундер. Компаундер может быть причинно или беспричинно. Должна быть связана с воздействием. Компаундер должен быть причинно связан с исходом. Некоторые примеры. Допустим, мы изучаем употребление алкоголя с раком полости рта. В этом случае курение может быть компаундером. Так как те, которые употребляют алкоголь, более вероятно также курят. А также, как мы знаем, курение является фактором риска рака полости рта. Если фактор не связан с исходом, то он не может быть компаундером. Например, если мы изучаем физическую ассоциацию между физической активностью людей и инфарктом миокарда, то употребление жидкости не может быть компаундером, потому что употребление жидкости вряд ли связано с инфарктом миокарда. И в этом случае он не может быть компаундером. Но возраст и пол могли бы быть компаундером в этом примере, так как физически активные люди более молодые. И можно сказать, что мужчины более физически активны, чем женщины. И в этом случае пол и возраст могли бы быть компаундерами. И в одном случае, например, если компаундер снижает риск направления отсутствия риска, например, в этом случае пол мог бы снизить, так как мужчины имеют превышенный риск инфаркта, чем женщины. То пол можно назвать негативным компаундером, а в противном случае, например, возраст будет позитивным компаундером, так как оба будут предотвращать направление риска в одном направлении. Оценить компаундинг можно посмотреть на взаимосвязь между компаундером и воздействием, также с исходом. И потом можно наблюдать на связи между исследуемым фактором и исходом в различных категориях компаундера, а также можно сравнить величину ассоциации до и после поправки по-английски, аджастинг, который проводится во время анализа данных. Вот, например, на этой таблице показано, когда общий риск показывает, что мужчины по сравнению с женщинами имеют риск, почти двукратный риск. Тут я не знаю конкретно, что случай, исход. И мы предполагаем, что рабочая среда тут может быть компаундингом. И что мы делаем? Мы оценим, и на таблице ниже указана оценка связи между компаундером с воздействием и исходом. Мы видим, что компаундер взаимосвязан с воздействием почти семикратно и с исходом примерно пятикратный риск. А стратификационный анализ показывает, что нет никакого риска каждой категории компаундера, рабочей среды. Тут у нас две категории – работа на открытом воздухе и в помещении. То есть этот риск был результатом компаундинга рабочей среды. Компаундинг можно контролировать или в стадии дизайна исследований, можно также контролировать в стадии анализа данных. Методы, используемые в стадии дизайна – рандомизация, ограничение и подбор. Поправка является методом контролирования в стадии анализа данных. Рандомизация широко используется в клинических исследованиях. И в этом методе исследователи случайно распределяют участников группы воздействия. И с помощью рандомизации они равномерно распределяют все известные и неизвестные компаундеры в группах исследований. Можно также ограничить исследования в определенную категорию компаундера. Например, если мы считаем, что пол может быть компаундером, можем провести исследование только, допустим, среди женщин и исключить всех мужчин. Недостаток этого метода в результате ограничения количества уборки значительно снизится, что может привести к превышению вероятности случайной ошибки. Вдобавок, экстраполяция данных результатов на основе только мужчин будет сложной на общее население, потому что мы будем наблюдать результат только на мужчинах или на женщинах, а общее население состоит из обеих полов. Можно также подобрать для каждого случая одинакового контроля. Допустим, если случай мужчина лет 30-40, можем подобрать ему такого же контроля лет 30-40. И с помощью этого метода мы добьемся сбалансирования пола и возраста в наших исследуемых группах. Эффект воздействия может зависеть от присутствия одного или более других факторов. И взаимодействие происходит, когда эффект воздействия зависит от других факторов, которые модифицируются другими факторами. Это называют эффект-модификаторами. Мы можем наблюдать гомогенность или гетерогенность эффекта в различных категориях эффекта. Если это эффект-модификатор, то мы будем наблюдать гетерогенность эффекта взаимодействия. Также можно сравнить индивидуальные эффекты взаимодействия и эффект-модификатора, а также их совместные эффекты. И если они отличаются, то это уже признак взаимодействия. Вот, допустим, на этой таблице показано госпитализирование в результате дорожно-транспортных происшествий среди мужчин и женщин. И мы наблюдаем слегка увеличенный риск госпитализации в результате ДТП среди мужчин. А более тщательный анализ среди лиц моложе 40 лет и старше показывает, что этот риск более ярко выражен среди участников моложе 40 лет. Тогда как среди старше 40 лет нет никакого риска? И может это можно объяснить тем, что агрессивное вождение автомобиля более присущим молодым мужчинам моложе 40 лет. Тут видим, что возраст модифицирует эффект. Также можно сравнить, можно наблюдать взаимодействие во время сравнения дополнительного риска, то есть разниц рисков. И также можно наблюдать взаимодействие при сравнении относительных рисков. Если мы наблюдаем взаимодействие при сравнении разниц рисков, то это называют аддитивным взаимодействием. Вот, например, на этой таблице показано, что разница риска равна 10 в обеих категориях эффект-модификатора. То есть нет тут гетерогенности. Разница риска гомогенной. И это указывает на то, что нет аддитивного воздействия. А таблица ниже мы видим гетерогенность дополнительных рисков по категориям эффект-модификатора. Это примета взаимодействия, аддитивного взаимодействия. И вот еще один пример отношений рисков. Если мы наблюдаем взаимодействие при сравнении относительных рисков, то его называют мультипликативным. Мы видим, что на этой таблице отношения рисков по категориям эффект-модификатора гомогенной, тогда как на таблице ниже разница рисков заметна, двукратная. Тут уже мы наблюдаем взаимодействие. Также вот на этом рисунке можно увидеть, что индивидуальный риск воздействия и эффект-модификатора, то есть ожидаемый риск, равно наблюдаемому совместному риску. А если на втором рисунке мы видим, что наблюдаемый эффект значительно превышает ожидаемый эффект, и это называют также позитивным взаимодействием. Если наблюдаемый риск меньше, чем ожидаемый, то это называют негативным взаимодействием, антагонистическим. То есть вот на этом рисунке. В принципе, это примеры тоже отсутствия и присутствия аддитивного и мультипликативного риска. Можем это пропустить. Если мы наблюдаем гетерогенность ассоциации взаимодействия с исходом по категориям эффект-модификатора, то это не обязательно результат взаимодействия. Это может произойти в результате случайной изменчивости, random variation по-английски. Если мы поделим участники на категории эффект-модификатора, то это снизит количество участников. И в определенной категории эффект-модификатора в итоге мы можем иметь очень малое количество участников. Это может привести к случайной вариации, случайной изменчивости в этой категории. И наблюдаемая гетерогенность по категориям может быть результатом этого. Также может в определенной категории эффект-модификатора произойти confounding. в результате стратификации. И также аккуратность сбора информации на взаимодействии может отличаться по категориям эффект-модификатора. И поэтому надо быть внимательным. Правильная оценка взаимодействия или confounding, или другого вида. Ошибки исследования требуют аналитического мышления и бдительности. В принципе, это тоже можно. Это просто пример. Это все, что я хотел рассказать. Если есть вопросы. Уважаемые коллеги, есть вопросы? Да, конечно. Сейчас микрофон. Подробнее можно рассказать о том, как избежать ошибок путем стратификации? Путем стратификации можно избежать confounding. Взаимодействие обычно надо описать, а не стараться контролировать. А confounding можно, например, разделить участников на страты confoundера и избежать confounding в результате этого. Но это все проводится… На самом деле, отличные примеры были, например, мужчины и женщины. Можно взять две группы и отдельно посмотреть, что происходит у мужчин отдельно и отдельно у женщин. Другой вариант – возрастные группы можно взять разные. Больше 40, меньше 40. И посмотреть в отдельности только у пациентов, которые меньше 40 или больше 40 лет, что происходит отдельно в этих группах. И тогда можно избежать… Есть стратификация, то есть разделение на подгруппы и анализ отдельно групп. То есть если мы подозреваем, что пол может служить confoundером в нашем исследовании, есть такая угроза, мы можем разделить участников на мужчин и женщин, провести отдельно анализы в каждой страти и посмотреть на результаты, и сравнить их с общими результатами. На самом деле, для каждого исследования надо читать литературу и смотреть, в принципе, все confoundеры, которые известны, они известны. И когда изучается какое-то… проводится исследование, то, в принципе, из предыдущей литературы что-то уже можно контролировать разными способами, в том числе стратификации. Как правило, пол и возраст – это основные факторы, по которым следует стратифицировать. А все остальное – это проблема. В каждом исследовании нужно всегда думать, есть ли какие-то confoundеры или их нет. На самом деле переменных факторов очень много. Есть, которые мы в нашем исследовании измеряем, есть много, про которых мы не знаем. И главная проблема – те, про которые мы не знаем. Потому что те, про которые мы знаем, мы можем проконтролировать, стратифицировать, мы можем их измерить. Мы всегда знаем, что… мы всегда записываем исследования какого пола, например, пациент. Мы знаем возраст. А есть какие-то генетические факторы, которые мы не знаем, мы не можем их выявить. Они могут сильно влиять на результаты исследований. Поэтому это проблема во всех исследованиях. И во многих она до сих пор не решена. Поэтому и надо относиться к результатам исследований с осторожностью. Эффективно для предотвращения таких confoundеров, неизвестных, как мы отметили, рандомизированные. Да, поэтому это и является идеальным исследованием относительно других исследований, поскольку при достаточно большом количестве пациентов рандомизация выравнивает распределение всех этих неизвестных факторов. И неизвестных и неизвестных факторов. Неизвестных и неизвестных. И тогда, в принципе, у нас нет этой головной боли. Еще вопросы? Анси? Большое спасибо, Марат, за такую понятную информативную презентацию. У меня было два вопроса. Первый. Для когортных исследований системная ошибка возникает во время обобщения. Вот ретроспективные когортные исследования, во всяком случае, что говорит литература, тоже могут попадать под эту категорию. Я их здесь не упомяну, я только дал пример. И если экспозиция влияет на потери во время обобщения, это очень типично для когортных исследований. Но в ретроспективных когортных исследованиях результат может быть связан с экспозицией. Например, профессиональные исследования. Если больной... Если у нас есть точная информация о больных, и она более полная и точная, чем о здоровых людей, это тоже может послужить фактором, который повлияет на отбор. Я также не отмечала это в моей презентации. Вы говорили о конфаундинге и ошибке при отборе и модификации взаимодействия. Вы считаете модификацию системной ошибкой? Вы имеете в виду взаимодействие? Я не уверен. Я считаю, что взаимодействие – это биологический процесс. Я не знаю, почему его включают в категорию системных ошибок. Я считаю, что это просто биологический процесс. Его нужно просто учитывать, но не считать системной ошибкой. Да, действительно, мы хотели все включить в одну лекцию, и все это идет через запятую. Это не ошибка. Это то, что происходит в исследовании. Это просто надо описывать, показывать. Например, если у вас есть взаимодействие... Самый банальный пример – курение и алкоголь. Когда человек курит, но не употребляет алкоголь, у него один риск – заполезь, предположим, раком желудка, предположим, когда он употребляет алкоголь, но не курит. Другой риск. Но когда он одновременно употребляет алкоголь и курит, или рак пищевода, на самом деле, лучший пример, то риск рака пищевода больше, чем сумма просто этих рисков по отдельности. Я считаю, что это очень очевидно. Я просто хочу сказать, что вы можете ответить о... Что касается неизвестных факторов, например, вот случайная ошибка. Может быть, биостатистика может здесь помочь, потому что эффект случайности может выявить, выловить вот эту гетерогенность, факторы гетерогенности. Но, конечно, нужно понимать, каким образом вы распределяете этот случайный эффект. Это просто мой комментарий, но действительно очень информативная и важная лекция. Большое спасибо. Решать проблемы с помощью статистических методов. Не все проблемы, но некоторые нам могут помочь решить биостатистики, если, опять-таки, мы будем с ними это обсуждать. И все будут знать о том, что эти проблемы могут быть. Просто если не знать, что эти проблемы есть, их никто искать не будет и выяснять, чем может быть проблема. И тогда могут быть ошибочные результаты, ошибочные выводы исследований. Продолжение следует...